Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, первая встреча. Сегодня мы после ФРС. Жаль, что спустя фактически три торговые сессии, ну ладно, два дня после заседания американского регулятора мы с тобой встречаемся. Ну, лучше поздно, чем никогда. Собственно, мы изначально были с тобой абсолютно уверены в том, что на рынках будет жарко. И оказались правы, потому что те движения, которые по факту продолжают развиваться даже сейчас, напомнили нам, что такое волатильность, в принципе, зачем мы на финансовые рынки пришли, потому что за таким поведением активов, диапазон входа там нескольких процентов, по всему спектру финансовых инструментов, Форекс, там, облигации, рынок сырьевых, активов, фондовая секция, везде очень мощные движения. Друзья, и прежде чем перейти вообще к рекомендациям и тому, что у нас по фундаменту было, просто хочется еще раз напомнить вам, что в таких условиях следите за риском, контролируйте загрузку депозитов, потому что сами видите, рынки могут показать очень значительный рейндж вот этого хода и волатильности. Ну что, по факту заседания, так, в двух словах, кому нужны прям совсем детальные подробности, кому интересен фундамент, я вас приглашаю сегодня на свой брифинг, который уже записан на нашем канале на YouTube. Ну, в целом, тезисно, ставка прежняя, программа количественного смещения без изменений. Ну, в принципе, глупо было рассчитывать то, что американский регулятор может скорректировать основные параметры денежно-предитной политики сейчас, потому что даже изначально, по прогнозам, этих изменений не должно было произойти. Всех интересовали комментарии касательно того, что будет дальше. В перспективе. По факту также хочется отметить, что стимулирующая политика будет оставаться в силе, пока не будет достигнута целевой показатель по уровню безработицы. Очень много было сказано про инфляцию, правильно, потому что инфляция в последнее время в Штатах очень неплохо растет. И в ходе прошлого, опять же, совместного эфира с Виталием, я как раз рассказывал подробно о причинах вот этого временного фактора роста цен. По индексу потребительских цен, в частности, ФРС что сказал, если сравнивать с комментариями месячной давности, что инфляция может быть более устойчива, чем прогнозировали, и, может быть, при сохранении устойчивых темпов роста политика американского регулятора может стать более жесткой. Но в перспективе не совсем ближайшего времени. Это, опять же, 2023 год. Друзья, двугодичная давность. Я считаю, что это не скоро. Ну, я думаю, что спорить с этим тоже не нужно. 2023 год. До этого времени очень много воды утечет, и много чего произойдет. И, в частности, американский регулятор фактически дал заявление, комментарии, которые требовали от него представители СМИ, общественности, участники рынка, потому что всем вот не терпелось услышать, когда же сам подход ФРС к стимулирующей политике изменится. И, как Пау, я смотрел, опять же, его выступление, он охарактеризовал вот эти заявления о возможном изменении денежно-кредитной политики в 2023 году, пока что как разговор о разговорах. То есть, если потребует того ситуация, то, конечно же, ФРС вмешается. Ну, в принципе, это и ижу было. Понятно, что американский регулятор рано или поздно изменит денежно-кредитную политику. Я, честно говоря, даже сейчас, после заседания ФРС, считаю, что то ралли, которое мы видели по баксу и по рисковым инструментам, особенно по золоту, я хочу сказать, особенно по золоту, оно очень далеко зашло. И важно, что еще отметить, то, что, ладно, можно было бы объяснить, опять же, такой мощный рост доллара после заседания ФРС, если бы у нас параллельно наблюдался рост доходности американских трейджеристов. Но этого не происходит. Даже сейчас, если вы откроете график десятилеток, я рекомендую это сделать, посмотреть, там не то чтобы какой-то скромный рост, там минимальное значение более чем за месяц. И вот сегодня я смотрел перед своим брифингом. 1.30. Да, там как боковичок такой, да, уже длительный? По трейджеристу? Да, да, да. Ну да, в целом, если говорить про последнюю торговую сессию, там даже мощное снижение, которое вызывает очень много вопросов. Нужно понимать, что доходность трейджериста – это, в принципе, отражение ожидания роста инфляции и того, что это рост будет достаточным, чтобы ФРС повысил процентные ставки. Потому что доходности трейджериста, они растут тогда, когда повышаются ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики. Но вот сейчас происходит ровным счетом наоборот. У нас доходности снижаются, при этом участники рынка по-прежнему верят, что ФРС будет проводить более жесткую монетарную политику. Я разделяю другую точку зрения. Я все-таки сейчас работаю по факту с тем, что есть. Политика стимулирующая остается в силе. Данные по инфляции, да, свидетельствуют о росте. Ну, временном росте, даже по тезисам, опять же, заседания ФРС. Инфляция стабилизируется в районе 2-2,5% уже в начале 2022 года. И, может быть, после этого цель для ФРС будет уже от всего показать 2%. А по рынку труда ФРС, собственно, не очень-то верит в то, что в ближайший год удастся полностью погасить весь тот негатив и ухудшение, скажем, сектора, накопленное за время пандемии. Поэтому в целом о 2022 годе, как в годе повышения процентной ставки, речи не было, друзья. Не забывайте об этом. То есть если вы, конечно же, считаете, что двухгодичная перспектива достаточно, чтобы начинать выкупать доллар прямо в моменте и ждать каких-то высоких значений, у вас должна быть какая-то прям железная позиция того, что вы правы. Может быть, у вас должно быть какое-то дополнительное подтверждение, уж не знаю, информация, где вы можете найти, что ФРС может начать менять политику не в 2023 году, а в 2022. То есть если вы согласны с этим, то да, вам нужно быть в покупках доллара. Но я как бы представитель другого лагеря трейдеров. Я все-таки за идею того, что позиционно американец будет оставаться под давлением. Давай тогда к графикам. По поводу прошлых идей, собственно, поскольку сделки были по индексу доллара, а в продажу и параллельно еще и по европейской валюте, из-за восстановления доллара, конечно же, рынок пошел в другую сторону и сделки были закрыты по стоп-локсу. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, что если вы работаете именно краткосрочно, то у меня сделок по доллару не будет. Для тех, кто сидит долгосрок, я имею в виду, для тех, кто смотрит этот контент параллельно с моими брифингами, знаете то, что я, в принципе, сторонник сохранения короткой позиции по доллару и очень консервативно работаю с этим инструментом, который сам по себе тоже консервативный, без своп-оффа и особо не переживающий за то, что будет снижение. Но я также пока что отказался от работы с риском категории валютного сектора. Я сейчас больше сфокусирован на фондовом рынке и на рынке нефти, поэтому по бренду я сегодня хочу предложить вам, друзья, сделку. Это покупка с уровня 74.10, байстоп с целями 75.50 и стоп-оффа на отметке 73.40. В частности, рынок нефти чувствует себя по-прежнему довольно-таки неплохо, если закрыть свои глаза на небольшую коррекцию с локальных максимумов. Рынок все равно полон энтузиазма, оптимизма, что мировая экономика восстанавливается и, соответственно, это способствует более высокому спросу. Интересное по рынку нефти – это то, что выборы в Иране прошли. И считается, что возвращение к вопросу продолжения переговоров по ядерной сделке с США и потенциальной снятии санкций с Ирана – это встречи, возможно, уже августа и сентября. То есть до этих пор рынку можно не опасаться за то, что у страны исламского государства на нем окажутся дополнительные поставки. Еще один важный момент – это классика сезона, сезон тропических штормов-ураганов в Атлантике. Сейчас уже есть подтверждение, что тропический шторм в Адет, который начался, может, в конце концов, усилиться до урагана и привести к… Друзья, те, кто из вас торгует нефтью, знают, что тропический шторм, который рискует перерасти в ураган в Атлантике – это проблемы для нефтедобывающих платформ и нефтеперерабатывающих заводов Мексиканского залива. Обычно рынок нефти от этого выигрывает. Ну, обычно, конечно же, очень активно растет WTI, но бренд коррелирует с этим инструментом, поэтому я думаю, что на бренд можем смотреть тоже с позиции вот этой поддержки, форс-мажорной, природной. И сделку я, в принципе, озвучил. Я верю в рынок нефти и, соответственно, то, что цены на это сырье будут расти. По поводу золота, вот не знаю, если у тебя будут там сегодня рекомендации, интересно послушать, но мне кажется, что где-то вот уже пора, конечно же, золоту нащупать дно и вернуться, ну, хоть каким-то параметрам, показателям, которые мы видели до среды. Но слишком уж сильно пролили золото с 1900 долларов больше, чем на 100. Но даже процентное выражение беспрещает какие-то астрономические цифры. Это больше показатели динамики для фондового рынка или для сырья. Сделок новых не будет. По S&P я жду восстановления, потому что считаю, что все-таки, как только рынок сфокусируется на идее того, что стимулирующая политика, она осталась все-таки таковой, это должно вернуть всю фондовую секцию по траектории роста. Но пока тоже сделать новых не будет, только после того, как индекс S&P вернется там выше 4200 пунктов. Но я думаю, что это разговор уже с третьей к эфирам. Виталий, слово тебе. Видно рабочий экран? Пока грузится. Грузится. Хорошо, пока грузится в двух словах. Сегодня у меня будут аналогичные идеи, как у тебя. Имеется в виду, что по нифти скажу свою торговую рекомендацию. И торговая рекомендация будет по фондовому индексу. Фондовый индекс будет, есть S&P, Dow и NASDAQ по NASDAQ. Потому что S&P и Dow Jones уже хорошо отпадали. Dow Jones особенно отпадал неплохо. И такое ощущение, что будет NASDAQ рисовать какой-то шор. Ну и по другим активам, золото, индекс доллара, пока, как и говорил, индекс доллара, только рост. Возможно, какая-то коррекция будет и потом рост или что уже нарисует. Но пока движение на рост доллара явное. И что дальше будет, отобьется ли оно от верхней границы сопротивления, которые там находятся в районе 93 копейками. Или пробьет ее. Это уже будем сопровождать данный инструмент. Так, видно рабочий канал? Да, тогда уже загрузилось. Так. Ну, давайте начнем конкретно с торговых идей. А дальше уже будем рассуждать, что там по золоту, по индексу доллара. Итак, бренд. По поводу ураганов. Вчера как раз был ураган такой неплохой. Он меня из этой, с качельки согнал. Рокатался. У меня сейчас такой лежачий образ жизни после активного. Потянул ногу очень сильно на футболе. И сейчас я только в ближайшем формате. Поэтому по нефти у меня будет идея на шорт. Вот нефть марки Brent. Все, что ниже 73-73, так скажем, ниже пятничного хая, возможно снижение по нефти. Шорти стекущих 73-50, как видим, цена падать у нас есть до минимума четверга. Это в районе где-то 72. Полтора бакса. Возможно ниже уйдем. Вижу пока такое краткосрочное снижение. Во что оно прольется? Возможно чуть ниже. Еще уйдем в район 70-50 к этой поддержке, которая у нас здесь находится. Это как вариант. А вообще нефть, вижу, среднесрочно оно, если не ошибаюсь, по нефти у нас в таком среднесрочном формате есть дивергенция на недельном графике. Это нам говорит, что в какое-то ближайшее время, если мы не сломаем эту дивергенцию, у нас возможен разворот по данному активу. Только вопрос, мы будем падать с текущих или еще какие-то новые максимумы будем показывать в районе 75, 77, 80 и так далее. Главное, чтобы мы не сломили недельную дивергенцию. Плюс, если взять дневной график, на дневном графике у нас еще нет дивергенции, на 4-часовом ее тоже нет и так далее. Поэтому текущий шорт, он может быть только краткосрочным. И дальше мы покажем новые максимумы, будем эту идею сопровождать, но это в перспективе это лето, возможно осень. Я буду искать нежно и осторожно, чтобы не получать много стоп-лоссов перед тем, как словить разворот. Буду искать шорты по данному активу. Поэтому шорти с текущих стоп-лосс можно поставить за район 74, за сегодняшний хай, или лучше за хай четверга 74,50. Конечно, стоп-лосс большой, но можно чуть-чуть поменьше, но волатильность такая, что здесь стоп-лосс меньше стоп-пунктов и не поставишь. Дальше. Наздак. Видно Наздак, да? Наздак я бы шортанул с текущих 14 тысяч. Со стоп-лоссом за хай пятница это 14,200. Там 200 с копейкой можно поставить. Если мы не обновим вот этот хай пятничный и четверга, то в принципе может здесь уйти на какую-то коррекцию, рисуется в процессе, есть, скажем, ложный пробой, два бара, есть такой сложный-ложный пробой, по-разному можно терапевтировать. Вот этих максимумов, которые были у нас в апреле, и плюс в пятницу неплохо такой под минимум закрыли дня, и сейчас, если сегодня не выкупим на все пятничное движение, и закроется таким откатным, откатной дневочкой, то в принципе, я думаю, сегодня, возможно, завтра уже мы будем падать по данному активу. Конечно, по сравнению с другими индексами, следит от СОДу Джонс, они уже немножко отпадали, некоторые сильно. Наздак иногда, скажем, идет против всего рынка. За последние несколько, ну полгода я уже наблюдал такую тенденцию, что Ду Джонс там хорошую коррекцию, СНК тоже или там на месте, а Наздак там вот где-то улетает. Поэтому обязательно ставить стоп-лосс, если шахтим, потому что пройдет какие-то уровни, вот эти максимумы, и мы можем там в космос лететь, лететь, скажем, разгонять этот пузырь, который рано или поздно лопнется. Это как была у меня дискуссия на днях с трейдером. Там какой-то известный один трейдер публичный написал, что ожидает там пузырь на рынке, да, в долгосрочном перспективе, а другой трейдер, ну, комментарий пишет, что, ну, я читал отчет мирового банка, что все будет хорошо, никаких кризисов не ждается. Поэтому вот такая фишка, что я думаю, что здесь возможно какая-то коррекция по данному индексу, а какая она будет в это время уже и сопровождение пока. Поэтому на сегодня две идеи, шорт бренд нефти и шорт Наздак. Ну и по поводу золота, комментарии, да, находится на неплохой поддержке, в принципе, золота, 1760, да, но я здесь даже нарисовал, в пятницу делал обзор для компании Маркетс, открытый микрофон, есть Фибоначчи нарисовал, там 60% мы отступили от предыдущего тренда. Но пока я по своему видению не вижу, по своей торговой стратегии, моделям не вижу точки входа в лог. Возможно, мы отобьемся на какую-то коррекцию, но формирование ланга я пока не вижу по данному активу. Здесь даже может, в принципе, какой-то и шорт дальше рисуется, потому что сильное падение и нужно какое-то накопление, хотя бы, там уже идет сегодня второй день, потому что ближе к среде, ближе к пятнице, что-то более-менее нарисуется, здесь будет дальше падение или какие-то ланги и так далее. И по другим активам, которые связаны с долларом, они все аналогичны. То есть евро, фунт и другие активы пока показывают на рост доллара. Конечно, мы сейчас в движении, не было никакого отката вниз. Покупать, кто не купил индекс доллара раньше, можно ли сейчас покупать на какой-то рост? Можно, но здесь сложно сказать о стоп-лоссе. Если покупать, то где-то в районе 91-70 ставить за минимум пятницы. Это как вариант. В России есть у нас куда. Думал, что, возможно, какая-то коррекция здесь будет, но пока ее нет. И пока сложно сказать. Это коррекция по данному индексу, или мы уйдем дальше. Здесь у нас есть такая зона даже. Если вот так нарисовать наклон по индексу доллара, возможно, где-то в этой зоне при тормозине. И потом дальше будем смотреть, что здесь будет рисоваться. Шорт сильный вниз такого характера. У нас будет дальше какой-то треугольник. Или мы пробьем эту тренду и так далее. В таком формате пока по вот этим индексам. Поэтому вот так. Ну, еще самое главное. Допустим, мы там записываем вот эту битву. Понедельник, среда. Пусть в комментариях пишут не только там спасибо, или там обзор хорош, согласен или нет. Пусть пишут, допустим, трейдеры, какую идею там использовали. Условно. Покупал евро-доллар, получил стоп-лосс. Использовал там нефть, шортил или покупал, получил там профит или стоп-лосс. Будет интересно, какие идеи используются, когда у нас идеи совпадают, идеи не совпадают, чтобы было, чтобы мы делали какие-то выводы и понимали, используются ли данные торговые рекомендации или нет. Спасибо тебе, Виталий, за точку зрения. Ну что, следим тогда. Следующий эфир в среду. Традиционно подведем итоги, посмотрим, какие будут рынки и дадим новые рекомендации. Тебе хорошей недели и до скорых встреч. Пока. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok